приветствую вас друзья меня зовут шевченко александр и это канал академии счастья мы сегодня поговорим о взаимодействии с другими людьми как это корректно делать на самом деле каждый чувствует когда он поступает правильно когда нет вот когда мы ошибаемся когда мы действуем как-то не во благо когда мы чувствуем что сделали что-то не так это касается и в отношении себя и в отношении других это вот тонкое чувствование прошлых своих видео я рассказывал связи с высшим я она направляет по пути духовного роста и она же подсказывает куда двигаться дальше вот и когда мы этот контакт как-то теряем разрываем соответственно мы не чувствуем потому что мы не чувствуем других как себя как единое целое и вот это состояние единства в нем как раз и нету вот этих вот нарушений то есть что такое корректное взаимодействие когда мы относимся к другим по сути как себе самому но это не то что мы считаем другими других собой это вот яркое чувствование и себя и другого и нас вместе и когда это происходит это очень важно в паре во взаимоотношениях дружбе в партнерстве это ощущается как вот такое как целостность как близость когда вы эту близость чувствуете то вам по сути другие вещи уже и не нужны вы чувствуете вот это понимание и я это пережил на своем опыте и знаю что когда есть вот это состояние чувствования близости то нету как раз и нарушений просто их нету не потому что вы как-то запрещаете себе а вы чувствуете как поступать корректно точно так же и с вашим другом приятелем когда вы находитесь в одном пространстве создается как общая такая аура и в этой ауре вы чувствуете как взаимодействовать конечно же если у человека загрязнено сознание загрязнен он может совершать какие-то неэтичные поступки на это толкают его да по сути вот эти вот заряды у него включается состояние я там должен например поступить обязательно по своему и он делает так не считаясь другим человеком этот человек как-то много расстраивается уходит или например пытки в попытке решить проблему начинает обманывать или утаивать вот на него действует его заряд то есть в уме происходит давление которое заставляет человека как-то действовать и заставляет его действовать зачастую неэтичным образом то же самое происходит и не только в отношениях с другими людьми но и в отношении самого себя человека когда друг ни с того ни сего начинаешь губить себя употреблять какие-то алкоголь лекарства или наркотики или играть в азартные игры или там заниматься спортом до изнеможения то есть всякое действие которое разрушает она идет как раз из вот этой неопределенности из вот этой реактивности в уме очень много зарядов эти заряды самые различные это может быть суждение о том что я не прав или о том что я должен быть ну например несчастным или что я стыжусь до что у меня проявляется чувство студа все это идет из детства и из моментов прошлых воплощений если произошла какая-то ситуация когда на человека было оказано сильное влияние физическое психологическое когда он ощутил боль утрату потерю когда он пережил сильный стресс вот это записывается если там есть суждение например я виновата человек по жизни при каких-то сходных обстоятельствах у него включается это я виноват например общаешься другом и чувствуешь я виноват я виноват и начинаешь действовать из этого суждения вот и конечно же это чувствует другой человек и поэтому появляется такое состояние что действуешь иррационально и вот цель которую я поставил перед собой это помочь человеку стать рациональным стать осознанным то есть это не просто действие из ума потому что так надо то а это действие и чувствование потому что чувствуют как правильно вот из этого чувствования у него исходит самое важное действует осознанно то есть он понимает как правильно действует у него вот эта связь гармоничная связь с другим со вселенной с высшими она восстановлена и она восстанавливается за счет того что мы убираем вот эти негативные суждения из ума которые препятствуют они как бы дробят сознание на части и появляется множество таких субличности до которые по сути друг другу больше мешают чем помогают то есть появляется вот такой принцип как шизофрении да то есть много субличности которые каждая куда-то тянет свою сторону вот когда мы это убираем справляемся с этим то состояние у человека выправляется и он начинает вновь жить осознанной жизнью то есть он становится целостным цельным у него появляется четкое понимание как действовать и он уже когда общается с другим человеком со своим партнером близким родителями там друзьями он из этой целостности действуют то есть у него нет вот этой тропленности что одно тянет в одну сторону а другую у него вот эта связь с выше меня помогает ему в этом процессе как действовать корректно как действовать правильно соответственно когда у него есть это взаимосвязь он так и действует то есть и соответственно я тоже так же действую вот я чувствую как поступить правильно. И делаю это. И вот в этом плане происходит как раз корректное взаимодействие. Давайте сейчас сделаем небольшую практику. Посмотрим, как это работает. Сейчас сядьте в удобном месте, закройте глаза и создайте пространство для сессии с помощью своего внимания. Просто представьте, что оно у вас есть свободное, чистое. Потом определите, где вы находитесь в этом пространстве, где находится ваше тело в этом пространстве. Когда вы это сделали, почувствуйте ваших близких, друзей, вашего партнера. Возможно, самого близкого. Это может быть ваш парень, девушка, муж, жена, партнер по бизнесу. С кем у вас самые такие близкие отношения. Почувствуйте взаимосвязь с ним, ощутите его прямо в вашем пространстве, как будто вы с ним общаетесь прямо сейчас, как будто он в этом пространстве. Дальше почувствуйте, есть ли между вами какие-то разногласия, какие-то заряды, что-то, что мешает вашему общению. Вот какая-то, возможно, вещь, которая преграждает его, не дает возможности легко проявляться. И потом, когда вы почувствовали это, ощутите это в полной мере, каково оно. То есть не отстраняйтесь это, а наоборот, почувствуйте, как это, что это, какое оно. Да, то есть в полноте. Да, вот именно вот такое соприкосновение помогает этому раствориться, исчезнуть. И дальше посмотрите, где это проявлялось, в каких ситуациях, откуда это пришло. То есть где это проявилось наибольшим образом. И вот когда вы прочувствуете эту ситуацию, случай, возьмите и перепроживите его. Перепроживите его и почувствуйте, что там произошло с эмоциями, ощущениями, как будто вы проживаете это по новой. Вот и так сделайте несколько раз. То есть один раз перепрожили. А потом, когда это перепроживание произошло, еще раз сделать это по новой. Не по памяти, а снова, как будто вы возвращаетесь в этот случай и перепроживаете его. Итак, сделайте несколько перепроживаний, пока вы не почувствуете, что там больше нет негативного заряда и что это отпустило вас, что вы вновь почувствовали спокойствие, радость и можете легко общаться. Вот и таким образом у вас происходит исцеление. Исцеление прошлых случаев, негатива из них. И вы можете вновь действовать осознанно и легко. Когда вы это сделаете, когда вы почувствуете, что заряда больше нет, вы можете завершить эту сессию, то есть поблагодарить себя, поблагодарить вашего друга, пространство за эту сессию, наполнить пространство энергией любви и счастья. И затем просто поговорить уже с вашим другом в реальности, посмотреть, как будет теперь протекать общение. И вы заметите определенные изменения. Самое главное, да, это ощущаете, да, то есть будьте осознанны и понимаете, что происходит. Вот ваше наблюдение, ваше чувство не подскажет вам, как действовать правильно. И вот в этом как раз и есть состояние осознанности, то есть когда вы понимаете, что происходит, как это происходит. И я помогаю людям в процессе и становиться более осознанными, счастливыми и радостными. Поэтому, если вам это интересно, то вы можете написать мне в личные сообщения, добавиться в друзья в соцсетях и записаться на бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее об этом и выслушаю вас, вашу ситуацию, помогу вам справиться с ней. Если вам интересно узнать больше о процессинге, можете прочитать мои книги, они указаны по ссылкам в описании, меры вечного познания и полное исцеление. Там как раз рассказывается подробнее о том, чем я занимаюсь и о том, как можно исцелять человека с помощью методики процессинг. Если это видео вам понравилось, то поставьте отметку нравится, подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях и поставьте колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. А на сегодня мы будем завершать это видео и мы увидимся совсем скоро с вами завтра в следующем видео. А пока посмотрите те видео, которые появились на вашем экране, это тоже о улучшении качества жизни, об исцелении и о том, как можно быть счастливым и здоровым, применяя эти методики как самостоятельно, так и в паре. Я вам желаю счастья, гармонии и всего самого наилучшего. До скорой встречи!